Добро пожаловать на шоколадную мануфактуру 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 Пожаловать на шоколадную мануфактуру После того, как наш шоколад поднялся до 80-90 градусов Он запускывался, он стал твёрдым Он Стал таким прямо густым Это как я ранее говорил Наша задача сделать его более жидким, текучим И мягким для того, чтобы можно было с ним работать Так, собственно говоря, мы сюда его перемещаем В мельянжёры Вот у нас есть мельянжёр для работы с шоколадом в том числе мы его используем именно для карамельного шоколада вот здесь на протяжении двух-трех часов он измельчается по необходимости мы добавляем сюда какао-масло либо просто готовый белый шоколад в основном мы используем сырье бельгийского производителя то есть самое элитное сырье которое вообще существует на данном в данном сегменте то есть да это барри калибаут и какао барри здесь уже шоколад как раз тот самый густой то есть тот самый прямо закарамелизированный да вот он уже да 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 пожалуйста видите какой у него цвет более густенький но этот шоколад уже прошел измельчение процесс измельчения то есть он уже после меланжора скажем так мы сюда переместили видите какой у него цвет интересного запах а когда мы сюда добавляем соль морскую соль крупную кстати именно поэтому наш шоколад называется карамельный солью они соленый шоколад после того как шоколад затемперировался его заливают по формочкам и добавляют разные наполнители это как классические ягодки фрукты орешки так и экзотические наполнители например начинка из красного перца или даже мясо здесь используют оленину мясо оленина до высушенное мясо то есть собственно его разрезаем и добавляем на шоколад он бывает на полочках не так часто но иногда бывает я смотрю вас огромное количество наполнителей для шоколада какие у вас самые востребованные и вообще какие есть мы используем очень интересные ягоды например у таблепиха сейчас этот наша новинка то есть недавно мы все-таки нашли поставщика да который сушит облепиху вот чернику это черника сушеная до черничка вишня черешня то есть вот она мы используем тоже сушеная шоколад получается просто потрясающе да шоколад в сочетании когда тут раскусываешь шоколадочку в сочетании с вишенкой ну просто просто бомбически дизайн всех упаковок продукции как и уникальные рецепты тщательно продумываются в изготовлении уникального шоколада павлу помогают несколько человек после того как мы упаковали шоколад куда вот вы отправляете его вообще в брянске у нас есть собственная шоколадная лавка где и продается наш шоколад то есть все представленные позиции там имеются всегда практически в наличии а вот так же здесь отсюда он нас отправляется еще в разные регионы вот города спутники брянска и по всей россии а этот изготовленный и упакованный карамельный шоколад павел сам везет в шоколад на кофейную лавку потемкин у вас я знаю 10 сортов шоколада и уже на на базе этих 10 сортов много разновидностей там и разных форматов шоколада да на нашей полке представлено 10 видов шоколада начиная от экстра горького горького темного молочного молочного заменителем сахара и заканчивая зеленого это с добавлением матча чая то есть в дальнейшем может быть когда-нибудь я тоже покажу как он у нас готовится павел расскажите нам какие у вас планы на не буду загадывать на ближайший хотя бы год потому что у вас так все стремительно меняет на самом деле на сегодняшний день а мы производим около 30 килограмм шоколада в день так вот на будущий год я бы хотел увеличить объем выпускаемой продукции до 150 200 килограмм в день с каждой недели мы расширяем наш ассортимент то есть его становится все больше и больше сегодня мы были в гостях у шоколадье а павла потемкина владельца мануфактуры потемкин спасибо вам павел за то что вы делаете нашу жизнь еще вкуснее и дети своими профессиональными секретами добро пожаловать в шоколадную лавку потемкин а